Я просто хочу не ломать всю ту логику клуба, которая существует ради некоторых событий, связанных с тем, что занимала нас и продолжает занимать на протяжении последних 4-5 месяцев, и что связано с Украиной, и просто сказать вам о том, что я не хочу вдаваться в детали. Пострелковский период – это у меня период окончания героизации. Он уже начался. Существовал плотный круг блогеров. Кем именно? Объединяемый – это отдельный вопрос, и мы его тоже когда-нибудь обсудим. Но, помимо всего прочего, он был объединен с общим желанием вот что-нибудь такое заполучить. Что именно, я скажу чуть позже. Смысл заключается здесь в том, что эти блогеры увидели в Стрелкове себя. Что такое герой? Он должен находиться где-то на определенной высоте, и в этом смысле быть для всех ориентиром для подъема, но в высоту. Все должны отстраивать некое себя от этой высоты, как было сказано, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишка боишься фальши. Это же, опять-таки, не обязательно должно соединяться с тем, что если бы он был царственен и божественен. Да, Маяковский говорит, если бы он был царственен и божественен, я бы себя от ярости не поберег. Но одновременно с этим все время говорятся главные, основополагающие вещи, которые создали советское общество, не только советское, которые всегда, во все времена создавали все общества. А это звучит-то так. Мы спим ночью, днем совершаем поступки, любим свою толочь воду в своей ступке. Если же за всех мог направлять потоки явлений, мы говорим, пророк, мы говорим, гений, у нас претензий нет, нас не зовут, мы и не лезем, нравимся своей жене, и то довольны да нельзя. Если же с телом и духом слит, прет на нас непохожий, шпилем царственный вид, изумляемся дар божен, он говорит, неужели и про Ленина тоже божь милостью божьей. Там что сказано? Что с того момента, как человек предъявляет некий набор свойств, что можно направлять потоки явлений, тогда ему говорят, пророк, гений, отойди, это другое, это не про нас. Мы хотим воду толочь в этой ступке, у нас претензий нет и так далее. Мы хотим оказаться в этом мышкарином качестве. Все, что в это мышкаринное не вкладывается, мы либо растаптываем, либо наделяем статусом, который защищает нас от необходимости каким-то способом идти рядом, подниматься, соответствовать. Наконец наступает травма. С одной стороны, если вообще нет ничего, что может освещать твою жизнь, согревать ее, то становится слишком холодно. Отсутствие смыслов – вещь не бесплатная. Отсутствие смыслов порождает тоску. Тоска становится болезненной. Ее чем-то надо снять. Очень немногие могут не тоскуя, жить без смыслов вообще. С другой стороны, наличие любого непохожего, прет на нас непохожий, любого подвига настоящего, любых показателей личности, которыми ты можешь себя мерить и сказать вдруг, что у тебя все совсем не так и совсем хуже, рождают тоже травму. А это полуполоманное существо, тоскующее по смыслам и одновременно не способное их по-настоящему принимать, оно же не хочет травмы. Ему не нужна вертикаль. Значит, оно рано или поздно должно найти себе своего абсолютно похожего на себя. Вот мы же Каринова, да? Ну, чтобы он был герой. И тогда возникнет вопрос. Сегодня он, завтра я. Мы все одинаковые, мы узнаваемые. Все очень просто. И не надо ничего особенно делать. Можно, ну, сейчас взять там что-нибудь с собой, какое-нибудь там изделие и поехать куда-то, да? А можно потом. А можно посмотреть, как его берут. Мало ли еще, какую-то ситуацию. Вот возникнут другие ситуации. Вот я такой, как есть, уже превратившийся в нечто малоаппетитное и разлагающееся дальше. Я вот в разуме, фу, и вдруг будет, оба, класс. И вот для всего этого, именующего себя хипстерским, да, богемного на самом деле, полумещанского, трусищего перед необходимостью любого напряжения, вот такого внутренне комфортного субстрата, да, Стрелков оказался находкой. Свой. Еще такая вот эта белая тоска, да, белогвардейская, да, за Русь сваряя веру, хоть их уже нет никого, да, вот это все. И вот для всей этой среды, обладающей определенными возможностями, Стрелков оказался находкой. И она начала взбивать пену. Это среда. Она начала взбивать ее не потому, что ей все заказали, не потому, что ее обсыпали долларами, а потому, что ей в охотку это было. Это раз. Потом нашлись люди, которые поняли, что это же товар в таких-то, таких-то и таких-то смыслах. А потом нашлись и хозяева этих людей, и процесс выстроился в несколько уровней. Важно только то, что говорит сам Стрелков. А за этим стоит уже действительно очень большая политика, начавшаяся с вот этой мышкариности, с того, что мышкара тосковала по мышкариному герою, про мышку, которую можно восславить на языке мошки, которую можно узнать в стандартах мошки. Вот это же важно. Она взбивает пену. Тут говорит, ба, сколько пены, а народу тоже нужен герой. Давай мы эту взбитую пену продадим народу как героя. А раз мы уже продали это как герои, то давайте мы это используем для определенных целей. А раз это может быть использовано для определенных целей, да еще соединено с этими вещами, так оно вообще может быть вмонтировано в большую игру. Действительно, как бы глобальное государство начинает игру на синтез вот такого ультралиберализма и нацизма. Ну, начинает оно эту игру. Тут я недавно вполне скорбно узнал, что скончался Валерий Сендеров, с которым я был знаком по 60-м годам. По его учебе в физико-техническом институте мы тогда боролись с первыми нацистскими группами, возникавшими в элите, в том числе и на физико-техниках. Конец 60-х годов. И у меня, когда я прочитал как бы некие констатации по поводу его смерти, обстоятельств и какое-то ощущение теплых неких высказываний в его адрес, у меня вдруг возникла абсолютно метафизическая мысль. Неужели даже после смерти человеку нельзя быть самим собой? Ну вот он уже умер. И никто не хочет его порочить. Ну что, уже и после смерти нельзя сказать правды. этому Валерию придали какой-то православный вид. Да? Ну, такой НТС-овско-православный. Он в этом виде, так сказать, что-то там высказывал. Но он был убеждённый гитлеровец. Убеждённый. Он верил фюрера, молился на фюрера, он черпал из этого энергию, да? Ему это нравилось. Он там корректировал отдельный момент учения фюрера в духе, так сказать, Сан-Рэма и неофашизма, да? Но он такой был человек. Почему человек не имеет права быть собой даже после смерти? Почему эти легенды, вот так вот впаянные в людей маски, должны, так сказать, сопровождать их похороны, их на том свете, если они во что-то верят? Пусть не в, так сказать, православие, а в каком-нибудь гитлеровский оккультизм. Но они же верят. Вот докуда распространяется фальшь? Кто хозяин этой бесконечной фальши? И это были, так сказать, острые полемики между нами, входившими, так сказать, в неокоммунистические группы, этими неофашистами по поводу того, как выглядит элита, что такое мир. Эти полемики носили там еще даже такой интеллектуально-математический характер, да? Он же был фистеховец. Потом на них донесли, и Валерий потом говорил мне, единственный, кто на нас ничего не выдумывал и нас не начал проклинать в том, что мы не знаем, что хотели ядерную войну устроить, это были вы. Потому что я, так сказать, на все вопросы по поводу этого Валерий всего говорил, ну да, ну спорили, ну элита, ну что? Но я же видел на самом деле, что начинается новая волна этого неофашизма. Ребята из фистеха, у которых не было родственников, выслали и наказали. Ребята из золотой молодежи, которые стояли рядом, подняли и начали двигать. Все 80-е годы мы ждали, когда же это выйдет на поверхность. Оно должно было выйти, а оно не вышло. Оно не вышло, ни в перестройку, ни потом. Оно ждало какого-то своего часа. Оно ждало этого часа в 93-м году, оно ждало этого часа в 96-м, в 98-м. И, видимо, кто-то решил, судя по Украине, что час настал. Но тогда это имеет очень далеко идущие последствия. И здесь действительно мы начинаем переопределяться, говорить более внятно, потому что иначе процесс застанет врасплохо, будет непонятно, откуда удар. Он же не со стороны Шендеровича, он откуда-то еще, а он готовится, он будет нанесен. это же тоже часть всего того, что стоит за Стрелковцем. И есть еще один момент общего порядка, который у меня лично вызывает очень глубокие размышления. Он, собственно, политический. Я закрываю глаза и пытаюсь вообразить, кто же из актуальной элиты, знатоком, которой я, конечно же, не являюсь, но я же как-то не так, что всю жизнь здесь сижу только в деревне Шигара и пишу философские тексты. Я с кем-то как-то знаком, как-то взаимодействую, выступаю по телевидению и так далее. Кто же из этой актуальной элиты мог вообще хоть как-то хотеть того, что озвучивал Стрелков? Например, ввода войск. Перед моими глазами проходит череда конкретных лиц. Не фамилии, которые Дугин, Бойко через запятую проводят, а конкретных лиц. И я твердо знаю, что никто из них этого не хотел. Что в этой череде, так сказать, портретов актуальной элиты нет никакого милитариста-ястреба, по отношению к которому Вадим Вадимович Путин знаменует собой центр. Нету этого. Это с трудом можно выразить себя в Ельцинскую эпоху, когда был Коржаков и Чубайс. Здесь этого нет. Это приснилось разного рода безумцам, которые все это знают по наслышке. А я не вижу этого. Ну, может быть, я так близорук. Может быть, я плохо понимаю процесс. Но честное слово, я не вижу. Я ночами просыпаюсь и смотрю на это, и думаю, ну где же этот-то, ну, пусть грубый, такой отвязанный милитаризм неэффективный, или тонкая воля к чему-то таксакому экспансионистскому. Где она? Ее нет. То есть она в ком-то есть, вот этот пафос, так сказать, отстаивание, то он полностью олицетворяется Путином. В том виде, в каком он есть у него. А где этот край? Нету его. Все эти лирика, все эти разговоры о каких-нибудь там системных либералах и там других группах, ну, а это же люди, которые, ну, вообще ничего в процессе не понимают. Все это было, может быть, в 2002 году в каком-то виде. Сейчас этого нет и в помине. Все там превращено в такое совсем другие консистенции. Такой хаос, множественные конфликты, интересы, и все это так осолиднилось, приобрело такую устойчивость, международные связи. Зачем людям, которые вписаны не только в нефтяную, газовую торговлю, но и в оружие или в что-то, зачем им нужно, чтобы войска войска грубо, тупо вперлись на территорию. Я не спрашиваю, что они там должны делать, как это они должны оформлять, что это собой повлечет. Я спрашиваю, кому из них это нужно? Никому. Тогда у меня возникает вопрос. А в связи с чем тогда поддерживали Стрелкова? Если его поддерживали, потому что хотели воплощение в жизнь его лозунгов о вводе войск и так далее, тогда понятно. А если нет? А если этого не хотели, и все равно поддерживали? Ну тогда значит, что единственное, что было нужно, чтобы с территории убрались, убрались в режиме дискредитации высшей власти, да? И все. А я не могу сказать, что это мысль, которая для меня есть не более, чем гипотеза. И я счастлив буду ошибиться. Но даже в виде гипотезы вызывает во мне глубокий политический оптимизм. Я был на передаче на Первом канале, и там есть такая очень большая нервность вокруг темы, которую задал сам канал о возможностях свержения власти. Нет, это не может быть. Зачем об этом говорить? Это всегда так вот остро реагирует, когда на самом деле защищается, да? Ну почему нет? Мы знаем много примеров, когда при очень большом подъеме народном и желании поддержать тех или иных лидеров, эти лидеры, так сказать, теряли оппозиции и переставали быть лидерами. И, так сказать, мы прекрасно понимаем, что это будет. И тут же мало просто разговоров об экстремизме. Ну, конечно, все, кто хотят неконституционного свержения власти или чего-нибудь в этом духе и, соответственно, должны быть осуждены. Потому что до тех пор, пока конституционный механизм существует, все остальные омерзительны, потому что они никогда не предоставляют воли большинства. Ни толпа в миллион людей на московских улицах, да? Ни тем более десять тысяч, так сказать, наглецов, взявших в руки оружие, не являются, как бы, ничего они ни о чем не свидетельствуют. Они всегда меньшинство. И если мы действительно верим в большинство и действительно считаем, что народ существует, то нам действительно нужны конституционные методы. Они же есть. И не надо мне петь песен о том, что их нельзя как бы пустить в ход. Просто вопрос заключается в том, что люди, которые предлагают себя на политическом рынке, они настолько мягко говоря специфичны, что это предложение не принимается по массе причин. Итак, конечно, экстремизм заслуживает всяческого осуждения. И, как я говорил три года назад, суть времени не только не будет никогда проявлять ничего, так сказать, на ангстрем, сдвигающегося в сторону экстремизма, за суть времени будет основной антиэкстремистской организацией в стране. Но нельзя все свести к этому параметру. Потому что, когда это все сводится к этому параметру, то мы теряем вообще идеологическую систему координат, как бы систему координат, связанную с вектором, направлением страны, с движением. Мы не выдержим в этом режиме того, что есть. Я никогда не говорил и не хочу говорить зря о том, что там Запад нам враждебен. Только после проведения консультации, когда я понимаю, что мои слова чего-то стоят, я могу что-то говорить по таким вопросам. Я говорю, да, все проведенные мною консультации говорят о том, что Россия стала врагом номер один. Вы же знаете, вы тут были, я все клубы всегда проводил открыто, всех знакомил, так сказать, с теми людьми, которые готовы делиться с нами позициями с вами. Да, Россия стала врагом номер один. Это холодная война. Все, что мы сейчас будем рассматривать, это холодная война. Но в этой холодной войне можно выставить и должно выставить, только выдвинув какую-то стратегему, отвечающую по своей концептуальной силе и направленности масштабу этой холодной войны. Я говорил и опять здесь повторю на телепередаче, я попытался что-то сказать из того, что действительно стратегически важно. Я сказал, что действительно налицо союз двух сил. С одной стороны и первой силой являются прагматики, которой хотели ввести Россию на Запад и которым совершенно был чувство разговора о том, что на Западе что-нибудь плохо. Для прагматиков на Западе было все всегда хорошо. Это касается и нашей разведки и всего прочего. Это называется hate and love. Ненавидеть и любить. Ходишь, смотришь на улицы, погружаешься в среду, черепиться, чистые улицы, пив-бары, газеты разных направлений и думаешь, как хорошо. Но с другой стороны тебе полагается hate, потому что ты должен в любой момент быть готовым ввести войска на эту территорию, обеспечивать ввод войск. Потом hate исчезает, остается love. Hate уходит на глубину сознания, скажем так, в другие свои психики. Остается love. И вот это love говорит о том, что хотим, чтобы было как на Западе, хотим, чтобы была такая же страна, хотим, чтобы были подметены улицы, хотим, чтобы был рынок, хотим, чтобы были такие прилавки, хотим, хотим, хотим всего этого, чтобы страна была большая, могучая, но такая же, и лучше бы всего, конечно, чтобы она вошла в НАТО. И это хотение преследует мое отечество и определенные группы в нем, ну что спорить, очень существенно, как бы обусловленные именем Юрия Вадимовича Андропова, а также его учителя Кусенина. Я говорю об этом для того, чтобы не было ощущения, что я там хочу замкнуться только на спецслужбах, до Кусенина, как мы понимаем, партия, да, в первом приближении, или особой структуре в партии, неважно. Вот все эти группы, конечно же, хотели этого. и я сейчас думаю о том, что происходит с людьми, еще оставшимися, и дай Бог, долгих лет жизни с нами, не ушедшими в мир иной, с людьми, которые не корыстны вот так тупо, как наша сегодняшняя, так сказать, прожорливая там какая-нибудь буржуазия. Эти люди есть, они жили этой идеей, эта идея для них носила абсолютный характер. Вот что они должны сейчас испытывать? Если это началось, ну скажем так, хотя бы в 70-м и продлилось 40 лет, ради этого нужно было отдать огромные территории страны, ради этого нужно было все исковеркать и изуродовать, а теперь вдруг оказалось, что этого вообще не может быть, вот что должен испытывать человек, жизнь которого не сводится к тому, чтобы там развлекаться с девушками или кем-то еще, пить там вкусное вино в неограниченных количествах, услаждать себя там омарами, не сводится человек к этому. Никто из этой старшей группы, находившейся рядом с Андроповым, да и он сам, не жили этими материальными стяжательскими радостями, все были людьми очень аскетичными. Надо сказать, что это объединяло двух антиподов Лигачева и Яковлева, они были абсолютно вне вот этих стяжательских вибраций одинаковых. Теперь вопрос возникает в том, что должно быть с людьми, которые это все испытывают. Вот куда, что теперь делать? 40 лет прошло, создано другое общество, многие изменения носят такой характер, что чтобы это повернуть все назад, это нужно, так сказать, это уж тут никакой Небрежнев не нужен и никто тут суперсталин нужен с неизвестными последствиями. Территории разделены, насаждены совершенно новые ценности. Большая часть элиты размещена на Западе, что теперь делать? И где эти опорные оформленные группы, которые отвечают на этот вопрос? Их же нет. А молодая поросель, она проще и физиологичнее и в этом смысле все еще хуже, потому что там просто нужна зона комфорта это Европа. У кого Испания, у кого Италия, Тоскана или что-нибудь у кого там совсем каких-то оригинальных людей, Греция, какие-то ее части. Всех с этим связана возможность приехать и все спокойно. Все солнце светит, люди подают тебе все, никаких проблем. И вот эта возможность там отдохнуть это огромная ценность для людей, для которых выше это ценности в существенной степени ампутированы. Дальше они обзавелись семьями, бизнесом, и никто их в этом не ограничивал. Теперь надо сказать, что все это плохо, но нужно назвать какое-нибудь стратегическое волшебное слово. Почему это плохо? Что вдруг обнаружилось? Чего не знали? Думали, что возьмут, а теперь не берут. И здесь я должен повторить то, чему была посвящена моя книга «Красная весна», и надеюсь, все-таки удастся ее достаточно быстро выпустить. В районе примерно 2005 года людьми, предъявившими мандатой свидетельствующей о их праве говорить от лица западной элиты, было сказано в России, что брать будем только по частям. Все. Вы не можете войти туда не на тех основаниях, которые мы предлагаем. Часть говорила о цивилизационном шве, и отсюда вся эта болтовня про Кавказ, да, хватит кормить, понятно. Часть говорила о более глубоких трансформациях. Будем брать по частям. 2005 год консультации и проработки шли на протяжении 2006 и 2007 и было сказано нет от лица большей части элиты. При этом я должен констатировать, я еще раз должен обратить ваше внимание, для два крохотных следа, которые говорят о том, что часть элиты сказала хорошо по частям. первый след это выступление Анатолия Ракитова, бывшего советника президента Ельцина, человека давно утомленного необходимостью как бы озвучивать не только свою позицию и человека, который давно тяготится необходимостью это делать и неоднократно говорил о том, что в принципе можно было бы уже проявить сострадание и освободить его от этой необходимости. Но она носит бессрочный характер. Так вот он озвучил первым позицию, согласно которой нужны чистые туалеты, что отечество это где комфортно и что должно быть много маленьких стран, потому что тогда в них чистые туалеты. Анатолий Ракитов озвучил не свою позицию. Перед этим в эпоху Ельцина, когда он моим знакомым говорил, да мы расстреляем этот белый дом, там имелся в виду дом Верховного Совета, расстреляем, потом починим, вы не волнуйтесь, там будет все отремонтировано, но в чем проблема? Вот в эту эпоху он говорил, нам нужно сменить ядро цивилизации нашей, мы должны его сменить, должны быть другие коды, будут катастрофы, мы будем преобразовывать ядро через катастрофы, но мы его преобразуем, и будет Россия с новым ядром. Теперь сказано, Россия не будет с новым ядром, Россия будет расчленена, и по частям введена в международное сообщество. Если бы я не знал, что 2005 год маркируется определенными событиями, если бы я не знал, что Анатолий Ракитов надежно и на 100% озвучивает не свою позицию, почему я должен слушать, что говорит Ракитов? Но я же знаю, есть вещи, которые я знаю наверняка, и не я же один их знаю. Это был манифест от лица группы, которая сказала, да, мы хотим по частям, потому что мы не можем себе представить, что мы туда не войдем. Это для нас просто катастрофа предельная, экзистенциальная, метафизическая. Мы должны туда войти, все было сделано ради этого. Будем входить так, как они скажут, будем входить по частям. Это была группа, и эта группа состоит вовсе не из либералов, так сказать, которых все перечисляют непрерывно. Сислибов. Она другая. Поэтому вся эта система координат, которую сейчас задают, вот эти сислибы, не сислибы, она абсолютно фиктивная. Она не имеет отношения к делу. Это очень важно понять тем, кто хочет просто осознавать процессы, что это все такие ясные понятийные сетки, которые ясны-то ясны, но в том-то их сила, что они простые, ясные, но ложные. И вторая, конечно, вещь, которая это все маркирует, это обращение оставшегося в живых Стругацкого к Юрию Афанасьеву, в котором он сказал, Юра, мы перестукиваемся в пустоте, нас, мы делены огромными расстояниями, нас мало тех, кто подлинный, кто подлинно мыслит, просвещенно, но мы победим, Юра знает, для этого сначала нужно, чтобы Россия проиграла войну. Возник вопрос, какую войну? Ну, очень трудно проиграть войну с Грузией, и вряд ли кто-нибудь мыслит о войне с Соединенными Штатами, нет таких сумасшедших, я, по крайней мере, с отвращением отторгаю эту мысль, как думаю большинству американской элиты. Начиная, речь шла о войне с достаточно крупным государством, которому можно будет помочь, который будет достаточно яростно раскручено против нас, и так, чтобы одновременно с этим шли экономические ухудшения и так далее, в итоге мы этому государству проиграли, как русско-японскую, вот такому государству, понимаете? Поскольку государств этих угранит совсем немного, то в сущности было одно, Украина, и опять же, почему я должен отдавать, придавать какое-то значение личным суждением человека в возрасте, который пишет научно-фантастическую литературу популярную. У меня нет никаких оснований придавать, казалось бы, его словам особое значение, но я знаю, что там та же ситуация, что с Ракитовым. Буквально та же. Там, и это не образы, там есть один и тот же пункт, номер один, номер один я не имею в виду главных лиц, представителей старой элиты, от которого одна нить идет в точку под названием Ракитов, а другая нить идет вот в эту точку. Поэтому, когда отсюда и отсюда идут фактически синхронные суждения, я понимаю, что мне и представителям данного клуба, и всем тоже представителям элиты послан некий месседж, суть которого закончается в том, что будем входить по частям. Дальше начались все эти НДП, МНДП, все прочее и 2011 и тогда же существенная часть элиты отказалась от этого предложения. Отказ это прозвучал сначала в Мюнхенской речи Путина, а потом последовательно, с помощью действий и слов на протяжении долгого количества времени. И таким способом образовалась вот эта дуга между группой, которая говорит только целиком и группой, которая говорит хоть бы по частям. Все. Но группа, которая сказала только целиком и которой сказали нет. В чем ее позиция? Она сильнее, она увереннее, она жестче и она действительно ориентирована патриотически. Лучше умереть, чем увидеть очередной распад. Но кроме этого, что есть? Это необходимо, но недостаточно. Я говорю об элите. А что значит только целиком? Если субъект не хочет, чтобы ты входил целиком, как я когда-то шутил, что конечно можно считать вхождением в Европу завод танковых армий советских, которые приехали в магазины за женским бельем колбасой, еще чем-нибудь еще. Но вряд ли это называется полноценным вхождением. Вхождение предполагает согласие. Также я говорил тоже неоднократно, что я не очень понимаю, что такое это вхождение. В условиях, когда конфессионально, например, кто-то этот дом строил западный. Когда ты туда входишь, то это что? Надо отказаться от филеоклы, от чего еще, если ты туда заходишь. Но вопрос заключался в том, что тут звучало только одно, только целиком. Все. Входим. Распластаем. Вычистим гнойники. Так сказать, выполним условия. Целиком. Все. Им сказали нет. Тогда эти сказали мы согласны по частям, а эти сказали нет, не согласны. Но мало же сказать, я не согласен. Так что? Мы не входим? А что мы делаем? Если вы говорите, что вы не идете, то вы же еще не сказали, что вы делаете. Вы сидите, вы лежите. Куда вы не идете? Есть ли поблизости инфраструктура, включая туалет, кафе, чтобы никуда не шли? Или кто-то будет приносить пищу, а также все остальное самотехническое? Как вы будете находиться на этой точке? Тут мало сказать. Не идем. Да целиком не согласны. Дальше что? Куда идем? И тут возникли все, так сказать, разговоры. С одной стороны, а самодостаточным, русском мире, который никуда не идет, но который вот, значит, себя оконтурит. Этот русский мир со всеми его оконтуриваниями и со всем, что он может делать, не может превышать 200 миллионов людей. Ну, 230-240. А на повестке дня другие общности, геэкономические и так далее. Это не Российская империя, это не Советский Союз, тем более. Далее вопрос возникает в том, что, так сказать, на пути построения этого русского мира если сейчас стоят огромные трудности, но предположим даже, что они будут преодолены, то, что будет построено не будет жизнеспособно как отдельная сила. Недостаточно. Дальше возникли естественно все вот эти евразийско-фашистские заморочки, которые, во-первых, неосуществимы, ну, понятно, во-вторых, так сказать, это уже это как раз и есть не целиком, это как раз и есть по частям, да, потому что, как только вы говорите о каком-то там евразисте, о каком-то, там все вопросы возникают сразу. Вы хотите обеспечить местконфессиональный диалог между там исламом, да, католицизмом, христианом, а что это за диалог? Это не акуминизм, а что это такое? Там разная правда, там кто-то ждет Махти, кто-то, там разные идеи, а мир еще богаче. Что вы хотите предоставить вместо этого? Национальные интересы, национальные традиции, они абсолютно антагонистичны в определенном смысле, на определенной глубине. Значит, надо предоставить что-то фундаментальное, синтезированное, очень глубоко уходящее, так сказать, в какие-то бездны времена, что в конечном итоге выражается так или иначе в некий гностический модуль интегральный по отношению ко всему этому делу. Нет там другого модуля. Там уже не будет никакого ни христианства, ничего там будет, даже не язычество, а круче. Но ясно, что там о другом идет речь. Я не зря там пишу всю книгу, так сказать, судьба гуманизма в 21-м столетии, не зря там ссылаюсь на Шарлотту Шиллер, который говорил о Гетте, что он хотел опереться на пустоту. Там опора на пустоту. Я очень не люблю Ницше. Ну как, философа и все прочее. Но одно дело не любить, другое дело не понимать масштаба, да, и не улавливать что-то ценное. Ценное есть во всем. И когда Ницше там говорит, вот вы говорите сейчас о каком-то добреньком-добреньком человеке, которого вы построите, а по мне так вы строите нового раба для нового господства. Это очень ценная мысль. И я, естественно, спрашивал себя много раз, все это ювенальные юстиции, все. Это какого раба, для какого господства? Где господин-то? Что хочет господин? Вот зачем это все нужно? Если ставка, например, говорю, такую, высказываю такую фантастическую гипотезу роста для того, чтобы прояснить что-то, но мысль, да, она иначе будет очень долго излагаться и не будет носить емкого характера. Если, например, предположить, что больше, что ставка сделана в основном на очень большое долгожительство с помощью пересадки органов, и часть человечества должна быть проще ходячими мешками с органами, которые нужно будет изымать настолько же как бы морально справедливо, так сказать, там, я не знаю, что, у животных, да, то возможно что-то сказать, можно так расчеловечить человека, чтобы в итоге всего этого дела большая часть напоминала вот эти, так сказать, ходячие мешки, а какая-то меньшинство, так сказать, охотилась или бралой зоопарков или там, не знаю, что, из коровников, человечников, да, и заводила, так сказать, что-то с ними делала, они были уже настолько бессмысленные, что они даже понимали, что все в порядке. Ну, для того, что они делают в сфере ювенальной юстиции и всего прочего, нужна какая-то нетривиальная идея нового раба под новое господство. Вот зачем такой человек, прошедший через весь этот ювенальный мясорубки, он работать не может, он любить не может, он долг выполнять не может, а он зачем? Ну, просто для того, чтобы демографию, так сказать, как бы привести к нужному виду, но это же можно сделать проще. Значит, там какая-то другая идея, вот этого раба подо что строят-то? Значит, тогда возникает вопрос, что отказ от вхождения куда-то, есть отказ от вхождения в строящийся ад, но тогда надо предложить рай или что-то вместо этого ада, что-то надо предложить и в этом случае действительно занять наступательную позицию, выдвинуть новый международный принцип, создать новые международные структуры под это наступление, создать глубокие далеко идущие альянсы, не просто по принципу, что они хотят нас завоевать, не просто по принципу национальных интересов, потому что они могут быть очень разными, а по принципу, прошу прощения, тому, который, сколь бы нам и что в коммунизме не казалось кому-то неправильным, но он там функционально, системно соблюдался, там был Коминтерн, там была мировая идея, там был проект, этот русский голос звучал как мировой, вокруг него был Советский Союз, мировая социалистическая система, если не входить куда-то, то нужно что-то начать активно выдвигать и опереться на эту активную идейную основу и на какие-то группы, которые поддерживают. И, наконец, последнее, что с моей точки зрения, отличает суть времени от всех остальных сил, для которых ну а что, ну просто сделать как было и будет хорошо. То есть, от коммунистической такой классической реставрационной схемы любой. Товарищи, мы все хотим пережить и переживаем блеск Советского Союза. Мы восхищаемся Великой Отечественной войной, восхищаемся какими чертами общества, которые построили, образованием, восхищаемся тем, что впервые в истории, впервые, реально впервые, Россия в ее ипостаси Советского Союза действительно стала опережающей технологической страной, а не догоняющей. Космос, да, и все остальное, это было впереди. Это ведь очень трудно добиться. Вот быть ближе или дальше, догоняя, легко, а вот зайти вперед хоть на сантиметр, очень трудно. Мы всем этим восхищаемся, это грандиозные достижения, блеск всего этого дела. Но кто же будет говорить о нищете, не о пустых прилавках, не о всей этой прочей чуши, а о том, что коммунисты ушли с таким позором, который никогда и нигде в мире не было. Вот эти белогвардейцы, там, поручие Голицыны, да, они все-таки, там, ледовый поход, да, добровольческая армия, там, да, Врангель, Деникин, Колчак, ну, пусть под чужими, там, шапочками и всем прочим, но они же все-таки умирали за свою правду, там, с кокаином, без кокаина, неважно, но умирали. Потом они отступили, образовали какие-то белогвардейские сообщества, о чем-то мечтали, вот даже та гнусность, которая описывает этот просверник, она же все-таки, хоть энергомести омерзительной, но была. Что сделала КПСС и все остальные? Она, как ушла? Мы этого не видим, мы не понимаем, что, если это произошло, значит, в самом проекте, кроме того, что обеспечивало его величие, было что-то, что обеспечило его крах. Как можно снять с себя ответственность за это, если ты это любишь? Как это можно сделать? Кем надо быть? Безумцем? Кем? чтобы говорить о реставрации, а не об искуплении. На фронте, говори, кровью искупи, да? Все, что ты сделал. это же единственная возможность. Люди, которые в этом жили, с этими портбилетами ходили, так сказать, у которых семьи и все прочее, они же искупить это должны каким-то способом. И что? Они передают право на искупление, все это почетное право, я говорю, понятно, с какой интонацией, да? Они передают молодому поколению, который, в принципе, за это не отвечает, который в этом деле тогда не участвует. Оно должно это искупать, да? А все остальные, все при деньгах. Или при комфорте. А что же это такое? Что это за низость несвыханная? Чем она произведена-то? Что надо вырвать из этого проекта и что туда надо встроить, чтобы в тот момент, когда он осуществлялся, он был живым и чтобы он снова не привел к тому же самому мгновенно? А Зюганов? Это уже не просто в том, чтобы вздыхать. Мы все понимаем, что если бы мы не вздыхали, так сказать, соответствующими выражениями лиц, да, то, наверное, все бы мы, я бы всех повел стройными рядами в компартию, да? Но это же невозможно. Мы же все понимаем, что сделано из этого постсоветского коммунизма. Вот это что такое? Это позор, это нищета. Значит, единственная организация неосоветского образца, вот этого льявого нацеленного, который говорит об искуплении, то есть о необходимости сочетания, восторга перед советскими достижениями, с ощущением вот этого омерзения по отношению ко всему этому финалу. Ну хорошо, финал. Вот Сталин, да? Элиту эту, кто не он создал, вот он не должен отвечать за Хрущева. Значит, если завтра, так сказать, после того, как меня все оплачут и возникнет новая фаза развития сути времени, в сути времени окажется лидер, я за это не отвечаю, да? А так бывает? Значит, либо ему было это безразлично, либо это он строил на интервале своей жизни, либо что, откуда взялся Хрущев? Это квинтэссенция, да? Вот всего этого начинающегося тления. Голова садовая, да? Это откуда все взялось? Значит, необходимо невероятное усилие по покружению на глубину, по какому-то внутреннему постижению, по обнаружению всего этого, для того, чтобы действительно могла быть построена партия искупления, а не партия ностальгии. Как мы понимаем, это две диаметрально противоположные вещи. Но все, что толкает Россию, толкает Россию сюда, потому что не может быть просто отказа. Мы не отказываемся входить туда, мы начинаем говорить о другом мире, другое небо, другая земля. В противном случае это будет раздавлено на протяжении десяти лет. Не может просто этот отказ обеспечить что-нибудь. в лучшем случае наконец-то перед какими-то страшными угрозами временно и кокетливо согласятся входите целиком на каких-нибудь ублюдочных основаниях. Но и этого уже не будет. Все. Никто из представителей актуальной элиты не пережил в полной мере всей новизны ситуации последних месяцев. Всем кажется, что все то же самое. А соответственно с этим ни ситуация в целом не рассматривается перед лицом этой стратегической новизны. Ни ситуация вот с этим самым Стрелковым не к ночи будет помянут и со всем, что с этим связано. Потому что в конечном итоге здесь встает ни проблема Стрелкова и даже не проблема элитных групп, которые почему-то его поддерживали, не желая выполнить его программу, а рассматривая его, простите, как инструмент демонтажа и дискредитации. Потому что либо они хотели выполнить его программу, и тогда мне надо сказать, кто это, либо они рассматривали его как инструмент демонтажа и дискредитации слива с территории. А как иначе? Конечно, другие значат больше, чем Стрелков, но есть то, что значит больше всех этих элитных групп, вот всей этой растерянности перед лицом новизны ситуации. Больше всего этого значит только одно. Понятие герой. Это не частность. Я герой, а ты мышкара. Герой для мышкары, мышкариный герой, псевдо-герой, и все, что из этого вытекает, это прямое программирование страны на гибель в условиях вот этого отказа. Это смерть. Если мы не обзаводимся героями, говорю так специально, в условиях холодной войны, нам конец. Псевдо-герой в условиях холодной войны, это смерть нации. И не надо десяти условий, не надо падения рубля до двухсот рублей за доллар, не надо соответствующей нефтяной политике, не надо даже каких-нибудь деструктивных групп и мятежей. Достаточно построить не того героя, и все рухнет. Поэтому я выношу на повестку дня несколько вопросов. То, что я сейчас сказал в виде историософии, это понятие о других, понятие всей этой мировой картинки, которая существует, ее новизны. Понятие необходимости ответа на этот вызов не с помощью советской реставрации, не с помощью какого-то разбавления советского концентрированного раствора до меньших концентраций и чего-то еще, а с помощью действительно фундаментального погружения туда, где надо найти дефекты исправить и где надо сделать новую ситуацию для того, чтобы уже не было не просто дефекта, а чтобы ни в одной точке бывшей конструкции отпечатки, следы этого дефекта не остались, потому что конструкция системная. И я ставлю этот вопрос о герое. Это первая часть. Вторая часть, я хотел бы, что Юрий Вольфович прокомментировал нам ситуацию. Смысл в том заключается, что сейчас Юрий Вольфович что-то расскажет. Я коротко прокомментирую прагматические аспекты международной ситуации и после этого перейду вот к этой части. Сергей Ирванович задал очень высокую планку осмысления ситуации. Я ни в коем случае не собираюсь ее занижать, но я не могу не обратиться к прагматике, поскольку экономическая ситуация, в которой мы живем, она также обладает чертами крайне существенной новизны, которая не вполне осознается. И вот я хочу два аспекта этой новизны сегодня обсудить. первое это нашу финансовую бюджетную ситуацию и второе ситуацию на глобальных энергетических рынках. Начну с экономической ситуации. Мы знаем, что рубль в начале года был около 33,5 рублей за доллар. Сегодня он играет вокруг максимума 48 рублей за доллар. И вполне возможно, что это еще не предел. Понятно, что это связано с несколькими факторами, мы уже их обсуждали. Это, конечно же, цены на нефть, которые дают, ну, на энергоносители, на сырьевые товары, которые дают нам львиную долю валютных торговых поступлений. это, конечно же, санкции, которые не надо преуменьшать, весьма болезненные для существенного спектра отраслей нашей экономики. И это, конечно, наращивание оттока капитала из России, перевода рублевой ликвидности банков, граждан, корпораций в валюту и вывоза фактически за рубеж, либо вывода за рубеж. Но, конечно же, самая сложная проблема, которая должна решаться государственной властью, это как обеспечить некую рамочную минимальную устойчивость экономики, которая в очень большой степени определяется бюджетом. Бюджет на теперь, как у нас теперь принято на три года, на 15-й, 16-й, 17-й год был принят в окончательном чтении чуть больше недели назад Государственной Думой, и вчера, позавчера он был обсужден и утвержден Советом Федерации. Осталось последнее, чтобы его подписал президент. Пока, насколько я понимаю, он его не подписал. бюджет у нас, основные показатели вот такие. Сверстан он из прогноза цена нефти 96 долларов за баррель, курс рубля 37,7 рублей за доллар, инфляция 5,5%. Но уже видно, что вот это и это нереалистично или малореалистично, хотя в этом году мы еще по средней цене нефти за год не опустились ниже 100 долларов. Напомню, что в начале года было 115 долларов за баррель, а проблемы такие рухнувшие нефти начались только в последние месяцы. Так что в этом году мы еще выше 100 долларов висим. Но в следующем вряд ли будем висеть вот на такой вот цифре, но об этом ниже. Значит, далее объем ВВП 77, я не буду перечислять цифры, вы все видите, они на экране, читать все умеют. Значит, что здесь я хочу подчеркнуть? Значит, доходы и расходы бюджета будут увеличиваться, дефицит бюджета будет находиться на уровне 0,6 ВВП, а вот нефтегазовый дефицит бюджета будет в этом году около 10% в следующих годах где-то на этом же самом уровне. То есть, по сути, 10% дефицита бюджета у нас покрывает нефтегаз, сырье. И это очень высокая степень зависимости. Понятно, почему мы так болезненно относимся к ценам на углеводородное сырье, потому что это огромная часть бюджета. 10% это гигантская цифра. У нас совокупные социальные расходы меньше 10%. Вот цена того, что у нас происходит с сырьевым, с нефтегазовым перекосом в нашей экономике. Значит, некие обещания здесь даются, вот, они в принципе вполне разумные. То, что доллар уже стоит совсем не столько элиту, нисколько не пугает, поэтому все-таки и Госдума приняла этот бюджет, и Совет Федерации, Госдума далеко и не надушна, где-то двумя третями, а Совет Федерации единогласно принял эти проектировки бюджета. Почему? Потому что то, что происходит с одной стороны, снижение цены нефти нашей на 1 доллар за баррель приводит к тому, что наш бюджет теряет примерно 1,5 миллиарда долларов в год. Это очень много. Но с другой стороны, синхронно с падением нефти повышается курс доллара к рублю, как мы только что увидели 48, это не 33, это очень большая разница. И соответственно, продавая нефть за подорожавшие доллары, получая больше на соответствующее количество рублей, этот бюджет будут переписывать в обновленные подешевевшие рублях и будут исполнять. То есть бюджет в любом случае придется менять, но эти изменения не будут связаны с тем, что он не будет исполняться, что в нем будут резко сокращать какие-нибудь житенно важные расходы. Этого не будет, скорее всего, не будет. Подчеркиваю, скорее всего, это маловероятно. Но объективно, поскольку при этом доходы домохозяйств наших рублевые, то есть те, которые хозяйка тратит в магазине или на рынке, которые выдаются в виде зарплаты или гонорара, они будут в подешевевших рублях примерно такого же уровня. То есть жить мы будем, конечно, существенно хуже. Это что касается бюджета. Но бюджет хотят править и вообще экономику хотят править не только в части беспокойства за цены на нефть и цену рубля. По сути, сегодня идет, наверное, могли бы заметить, довольно такая жесткая полемика между, ну, в полюсах есть там какие-то серединные мычания, извините за грубое слово, но в полюсах условная такая радикально кенсианская группа и радикально либеральная. ну, условно такая кенсианская группа, она, по крайней мере, так об этом пишут и говорят более-менее осведомленные политики экономисты, она концентрируется с одной стороны в администрации президента, с другой стороны отчасти в Министерстве экономического развития. Она считает, что на повышение и не снижение социальных расходов нужно ориентироваться обязательно, что нужно использовать эффективно резервный фонд, фонд национального благосостояния для госинвестиций в развитие соструктуры и приоритетных промышленных проектов. Она считает, что нужно ужесточать реально все-таки валютное регулирование, то есть принимать серьезные меры к тому, чтобы предотвратить столь масштабную утечку валюты из страны. Она считает, это в частности кстати уже законодательно отчасти оформлено очень скандально принимавшимся, вернее очень скандально обсуждавшимся в либеральной среде так называемым антиофшорным законом. Теперь зарубежные офшорные компании, которые контролируются российскими резидентами, частными или корпоративными, акционерными, обязаны декларировать свои доходы, которые получаются за рубежом и платить с этих доходов налоги. Штрафы за нарушения весьма большие и санкции весьма большие. Закон принят. Как его будут обходить и как он будет исполняться, это отдельный сложный вопрос, но в всяком случае закон принят. Некоторые экономисты нелиберального крыла настаивают, что нужно ограничить движение валюты. В ответ либералы, а также премьер Медведев заявляет, что Россия не собирается ограничивать никоим образом движение капиталов. Кроме того, есть предложения жесткие, которые настаивают на ужесточении законодательства о экономических и коррупционных преступлениях. В частности, глава следствия комитета нашего Бастрыкин в очередной раз очень жестко поднял вопрос о том, что мы должны в полной мере вернуть в уголовный кодекс законодательство о конфискации имущества. Сейчас с 2006 года эта норма так мягко поправлена, что только в случае коррупционных или незаконных доходов для вредной деятельности, для финансирования террориста, для противоправных действий в этом случае конфискуется. А нужно вернуть норму, которая, между прочим, принята в Конвенции Совета Европы. Конфискуется в этих случаях все, а также то, что господин вор рассовал по своим родственникам в качестве якобы это их деньги, их собственность не моя. Но это пока благопожелание. Но, тем не менее, настрой жесткий есть в этой группе. И есть альтернативная группа, которую объективно возглавляет и провозглашает в качестве некого модуля идей для спасения российской экономики бывший министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин. Ну и за ней тянется, во-первых, высшая школа экономики, ее экономическая группа, и в значительной мере министерство финансов Силуановское и Центробанк. Здесь, по сути, Кудриным уже несколько статей, было множество выступлений в телевидении, интервью разным изданиям. По сути, он так осторожно намекает на то, что придется, жизнь заставляет возвращаться к такому довольно шоковому монитористскому курсу образца 90-х годов, там, середины, начала 90-х годов, а именно нужно накапливать резервы, нужно, ну, скажем так, заботиться о финансировании и накачке деньгами банков, главная финансовая система, нужно сокращать раздутые социальные расходы. Такие социальные расходы мы себе позволить не можем, поэтому неизбежно, как они говорят, придется сокращать социальные статьи бюджета здравоохранения, образования, социалку и так далее, и так далее. Борьба между этими группами в публичной полемике идет все более жесткая, но и все, в общем-то, выжидают сейчас, как мне кажется, 4 декабря, когда президент России Путин должен выступить с обращением к федеральному собранию, в котором он возможно прояснит что-то относительно поворота экономической стратегии и относительно фундаментальных приоритетов, которые мы должны исполнять, которые мы должны поставить во главу угла при дальнейшем развитии нашей экономической политики. но и второе, чего ждут, это сегодня прошло заседание ОПЕК, оно, по-моему, еще не кончилось, в этом случае я не видел окончательных данных перед клубом решений заседания ОПЕК в Вене, на котором страны-экспортеры нефти должны были решать, будут ли они менять квоты добычи и поставки на мировой рынок нефти, или же они в каких объемах будут менять, или же они будут менять вообще, или они попытаются предпринимать другие меры. Значит, вот два фактора послания Путина и решения ОПЕК, и даже не само решение, а те близкие последствия, которые увидит рынок на основании этих решений, это предметы общего российского и в значительной степени мирового интереса. Почему мирового? Значит, цена на нефть сегодняшняя, она сегодня уже опускалась ниже 76 долларов за баррель. Напомню, что в августе она была 103, а в начале года 112-115. Так вот, это падение, оно болезненно для России, но оно болезненно далеко не только для России. Я уже показывал здесь, не буду повторять картинки, какие цены на нефть необходимы странам ОПЕК для того, чтобы получить сбалансированный бюджет, для того, чтобы исполнять бюджетные обязательства. Большинство стран ОПЕК ниже 100 долларов цены очень не любят, потому что не могут исполнить социальные обязательства. У кого-то из них, как у Саудовской Аравии, социальные обязательства исполняются при цене на нефть 98 примерно долларов за баррель, ниже нельзя, у кого-то еще хуже, при 115-118 долларов за баррель, они уже в пролете, но тем не менее это волнует их. Ну, конечно, цены на нефть волнуют весь мир, потому что в зависимости от цены на нефть экспортеры зарабатывают, живут благополучно, если высокая цена, а импортеры должны платить очень много, им дорого кормить свою промышленность, свою экономику. Понижению цен на нефть естественно радуются импортеры, естественно чешут затылок экспортеры. Какие причины этого падения цен? Ну, есть, конечно, манипуляции, но эти манипуляции, а также продажи халявной, можно сказать, нефти ИГИЛ, которые они добывают на оккупированных ими территориях в Ираке и Сирии, это мелочь, это ну, несерьезные цифры, они не влияют кардинальным образом на рынок. Что влияет кардинальным образом? То, что мир объективно действительно вползает в следующую фазу кризиса глобального. Плохо в Европе, то есть у них по нулям фактически, те страны, которые как-то все-таки выше держатся, это Германия, Франция, Австрия, Великобритания, ну, немножко Скандинавы, Южная Европа в кризисе, ВВП не растет, в Азии серьезнейшие проблемы, уже два квартала рецессии в Японии, проблемы у Кореи, начинаются проблемы у Китая, во всяком случае, я уже говорил, одно дело 8 процентов экономического роста, а другое дело сегодняшнее 7,3, это цифры роста, объективно, там серьезные экономические проблемы, они настроили гигантское количество новой жилплощади и новых промышленных предприятий, жилплощадь не выкупают, потому что падает спрос, слишком много избыток, столько денег у населения нету, предприятия некоторые приходится останавливать, в частности, сократился строительный бум, уже некоторые крупные металлургические заводы, заводы металлургического оборудования и цементные заводы в Китае останавливаются, одновременно останавливаются некоторые угольные шахты и так далее, то есть сказать, что Китая все замечательно тоже нельзя, в Латинской Америке проблемы особенно в Аргентине, но и в Бразилии тоже, медленный совсем рост, то есть идет в Америке рост очень сильно фальшивый, никто не знает какой, скорее всего нулевой, они заявляют о 2,7, 3,7 даже процента на квартал, но уже почти никто этому не верит, фальсифицированные статистические данные об этом не пишет только ленивый и кстати вернусь к России группа Министерства экономического развития сейчас настаивает на том, чтобы Росстат из как бы независимой организации вернули все-таки под контроль Минэкономразвития, чтобы они могли понимать как эти товарищи считают и иметь хотя бы приблизительно точные данные о том на каком свете находится национальная экономика тоже не верят в Америке тем более не верят то есть есть кризис соответственно остановился рост спроса на нефть американцы закончили свои программы куиэти программы количественного смягчения то есть прекратили заваливать глобальную экономику пустыми долларами соответственно резко сократился спекулятивный спрос на нефть на нефтяные опционные фьючерсы на бумажки а естественно поскольку они играли очень серьезную роль на рынке это не могло не сказаться на цене и наконец сильно повысилось предложение американцы подняли производство нефти на собственной территории с 4 с небольшим миллионов баррелей в день до сегодняшних 9 миллионов баррелей до мирового рынка который к тому же стагнирует это гигантская цифра ну и у меня создается впечатление что конечно поэтому с одной стороны цены падают но настолько бы они не упали создается впечатление что страны опек приняли решение наказывать американцев за то что они столь нагло и не согласованно вышли на рынок со своей нефтью и поменяли правила игры свидетельство этому ну по крайней мере два совершенно явных министр нефти объединенных арабских эмиратов аль мазрауи заявил что соединенные штаты не посоветовавшись ни с кем изменили и поломали правила игры на мировом рынке если они заявляют что опек должна договориться и снижать поставки нефти на мировой рынок то с какой стати соединенные штаты не должны снижать добычу и поставки нефти это первое и второе по итогам совещания ряда нефтедобывающих стран в которые кстати была приглашена россия министр нефти судовской аравии заявил он аль нуэй заявил что опек не обязана снижать добычу и экспорт цены на нефть должен реагировать рынок рыночный спрос и рыночные предложения это прозвучало позавчера перед вот этим самым совещанием ОПЕК так что скорее всего ОПЕК снижать серьезно квоту разных стран и добычу не будет это почти наверняка а чего они добиваются добиваются они того чтобы прежде всего того чтобы наказать штаты нефть которую они нарастили 5 миллионов баррелей в день за последние годы это почти полностью нефть сложных и сланцевых месторождений которые в том числе на больших глубинах на шельфе морских там тоже очень высокие получаются себестоимости которые по крайней мере последняя цифра была названа при цене нефти 75 долларов за баррель более половины добычи сланцевой нефти в соединенных штатах нерентабельно значит там уже сокращаются инвестиции в добычу сланцевой нефти сокращаются объемы бурения но постольку поскольку деньги вложили и пробурили это бросать естественно не будут будут выкачивать из этого то что можно по максимуму но постольку поскольку сланцевую скважину новую нужно бурить не позже чем через год-полтора она выдыхается если скважина на нормальном традиционном месторождении может работать 15-17 лет то здесь максимум полтора года больше не работает значит нужно новое бурить а инвестиций нет это значит что скорее всего если это решение принято я подчеркиваю если не знаю логика событий показывает что это скорее всего так это значит что скорее всего по крайней мере через год-полтора цены на нефть начнут возвращаться может быть и раньше если Соединенные Штаты вступят в переговоры и будут как-то договариваться цены на нефть будут подниматься и вернуться где-то к уровням ну думаю не ниже 90 долларов за баррель но это так сказать гипотезы но то что сейчас происходит на мировом энергетическом рынке то что открыли свой сланцевый ящик Пандоры Соединенные Штаты не только по нефти но и по газу правда газ это совсем ненадолго все утверждают но осталось может быть 5-7 лет если радикально не поднимутся цены на нефть и на другие энергоносители вот то этот ящик Пандоры он фундаментальным образом ломает структуру мирового рынка энергоносителей и новизна ситуации заключается в том что если еще год назад начинали осторожно и с переговоров то сейчас ситуация настолько обострилась мир настолько обозлился я прошу прощения что переговоры оставляют на грубо говоря самую критическую фазу торговли а выходят с проектами причем проекты некоторые даже странные и они показывают что в частности ну как бы нынешние самые-самые близкие союзники начинают друг другу шагать поперек дороги поперек горла значит неделю назад конгресс соединенных штатов отклонил законопроект о строительстве нефтепровода из канады который называется кейстоун вот такая труба она давно запланирована давно все технико-экономические основания есть экологические экспертизы и так далее конгресс отклонил а президент обама предупредил что если конгресс все-таки проголосует за то он наложит свое вето мотивировка якобы экологические недостаточно прозрачные обоснования реально конечно конкуренция сегодня канада 93% своей добываемой нефти экспортирует в соединенные штаты только 7% в другие страны а соединенные штаты все менее охотно хотят брать канадскую нефть и пытаются на нее снижать 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 цены а у канады они вложили огромные деньги в разработку бетуменозных или нефтеносных песков в провинции Альберта у них здесь огромное месторождение эта нефть относительно дешевая но тем не менее ее там во-первых очень много а во-вторых они уже все там организовали это все работает они добывают в карьерах этот самый нефтеносный песок возят перерабатывают и получается нефть ну по крайней мере я встречал цифру на уровне не более 40 долларов за баррель по себестоимости так вот когда американцы сказали нет не будет и Обама подтвердил нет не будет канадцы заявили а мы мы тогда вот этот существующий у нас газопровод доделаем построим терминалы и переделаем в нефтепровод трассы есть оборудование есть все поменять не так дорого мы сделаем быстро мы выйдем на рынок причем на европейский рынок на который уже облизываются в последнее время американцы там стоит только запрет государственный на экспорт нефти как бы устарелый закон еще не принят но лоббирует принятие закона о праве Америки экспортировать нефть очень сильно вполне возможно это произойдет но уже сейчас они продают американцы в Европу в нарастающих количествах так называемый газовый конденсат или легкую нефть которая к тому же опасна потому что имеет свойство взрываться в цистернах на железной дороге там слишком много летучих но понятно что если американцы захватят этот рынок то канадской нефти сюда дорогу не будет а в другую сторону они тоже об этом думают уже говорят но пока что трубы проекта нету на Тихий океан и в Юго-Восточную Азию но это так сказать ближайшие союзники англосаксонские уже на этом начинают довольно сильно ругаться это касается газа Израиль нашел здесь несколько крупных месторождений на своем шельфе Тамар Долит и Левиафан самые крупные Левиафан там действительно крупные запасы газа кроме того на шельфе Кипра найдены довольно крупные запасы то есть Кипра запасы газа и есть перспективы добычи газа в юго-восточной части шельфа на Крите вот Израиль уже подал в Европейскую комиссию проект поставок газа в Европу через Кипр Крит и Грецию все стороны заинтересованы и этот проект начинает обсуждаться как альтернатива естественно российским поставкам трубного газа а также дорогому газу Персидского залива Катарскому ну и Средиземного моря Алжирскому и так далее сжиженному природному газу еще один американский союзник тоже ведет себя с точки зрения надежд Соединенных Штатов на поставки своего дорогого сжиженного природного газа в Японию скажем так не слишком уважительно две группы в парламенте Японии депутатские причем эти депутатские группы обрастают каждая из них становится все крупнее предлагают России уже два проекта газопроводов из России на Японские острова один предлагают с Сахалина газопровод а другой с материка и предлагают они довольно скажем так настойчиво у себя в правительстве это еще не пробили наши пока говорят осторожно нужно понять экономику похоже это экономически вряд ли будет выгодно но и те и другие и наши и японцы на самом деле смотрят сколько будет стоить реально газ Соединенных Штатов сжиженный природный и наши не поссорятся ли они с китайцами поскольку у Китая и Японии отношения все более напряженные несмотря на улыбки на последних саммитах там слишком много противоречий особенно в части военно-политической потому что Синдзо Абе резко укрепляет военное сотрудничество с Соединенными Штатами с Вашингтоном и Китаю по понятным причинам не нравится но это по сути торг за будущие цены будущие поставки газа кроме того японцы уже запустили один из установленных реакторов ядерных и обсуждается что может быть они запустят и другие во всяком случае законодательно в префектурах это уже обсуждается отчасти это опять-таки торг если не будет дешевого газа запустим у нас 52 блока этих АЭС запустим все и тогда нафиг нам нужен ваш дорогой газ но отчасти и проблемы связанные с тем что конечно они без импортного газа бедствуют им нужно дешевая нефть и дешевый газ еще одно здесь картинки нету еще один партнер англосаксонский то есть из англосаксонской пятерки штата Великобритания Канада Австралия Новая Зеландия это самые близкие союзники так вот Австралия начинает стонать в связи с падением мировых цен на энергоносители на нефть и газ потому что они за последние годы настроили и завершают строительство гигантских терминалов и портов по сжиженному природному газу и соответственно по экспорту сжиженного природного газа но как и у американцев этот сжиженный природный газ не может быть дешевым значительную часть газа они добывают по своим новым технологиям недешевым дорогим из угольных пластов и при снижении цен на газ и на нефть они грозят оказаться в пролете такой газ у них никто не купит то есть о чем идет речь на энергетическом рынке идет глобальный передел рынка лавину столкнули штаты но в ситуации кризиса и геополитической неопределенности это война за рынки становится все более жестокой и все менее скажем так учитывающей прежнее правило и мы в этой войне естественно участвуем и как активный игрок чего стоит только два контракта на газ с Китаем и нефтяные контракты с Китаем Турция уже у нас просит свой голубой поток через Черное море еще 3 миллиарда кубов газа в год мы игрок очень активный но мы страдающая сторона потому что мы ввязались в эту войну в условиях когда для нас вот эти самые ценовые факторы значит слишком много чтобы мы могли как-то от этого дистанцироваться но подчеркиваю новая ситуация очень острая потому что это новый раунд многофокусной сложной энергетической войны спасибо я на этом заканчиваю спасибо я хочу сказать очень коротко о событиях 22 ноября 3-й комитет генеральной ассамблеи он в пятницу принял резолюцию призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и другими формами расовой дискриминации за документ представленной России проголосовало 115 из 193 государств сразу наши ребералы начинают кричать а 50 выдержались 115 193 государств три страны высказались против Канада США и Украина то есть сущность Украина и США ну понятно да еще 55 в том числе Евросоюза выдержались в резолюции сказано уважается по озабоченности распространения в разных частях мира различных ксмирских партий движений включая неонацистов и так далее это все инициатива России Россия тем самым поворачивает в определение неонацизма как угрозы то есть в антифашистскую сторону у нас тут всякие мероприятия еще там происходят антифашистские но это нельзя сделать оставив всю политическую поляну без изменений нельзя непрерывно говорить о том что там так сказать Дугин и другие это у нас все замечательно а вот значит так сказать мы поворачиваем в это что нельзя одержать ласовцев нельзя держать многих других если ты поворачиваешь в сторону так сказать спокойного отношения к неонацизму если ты сам говоришь что это все ужасно подай пример сделай что-нибудь и тут есть некая обязаловка эта обязаловка меняет климат и это и есть один из шагов к тому что я говорю что такой достаточно всеядный политический центр в России который управляет превращается в левый центр этот левый центр еще достаточно аморфен в нем нет энергетики настоящей но фактически большинство все более становится левоцентристским и тогда вопрос что такое левый центр при наличии вот этих нацистско-оранжистских альянсов по краям как он себя будет вести в этой ситуации тут либо те атакуют этот центр либо центр атакует их впечатление что несмотря на делаемые шаги они делаются в полусне и то что я вам сказал без попытки выработать самые стратегические самые крупные новые приоритеты без осознания всей специфичности мира ну Фергюсон все понимают все говорят что это мелочи а для меня это понятие спусковой крючок накапливается что-то накапливается накапливается нажимается любой спусковой крючок и начинается вот это кипение потому что фактически исчерпано все устройство мира в том виде в каком он есть скрепой не держит нет этого мира модерна нет этого плавильного котла распадается это все на мультикультуральность тогда все равно все обиды негритянского населения и так далее начинают накапливаться рано или поздно мультикультуральность приводит к тому что и белое население тоже входит в какую-то такую фазу недолюбливания так сказать избыточных претензий негритянского населения они же хотят покаяния а не равенства уже в этом и есть суть мультикультурализма и тогда все взрывается так оно может взорваться всюду потому что непонятно как должен быть устроен мир израиль израиль израильское правительство одобрило воскресенье проект основного закона еврейском характере государства угрожающего раскороть плавящую коалицию усилить напряжение документ который вынесен на рассмотрение подтверждает статус израиля в качестве государства еврейского народа евреев как единственного народа который имеет право национальное самопределение израиль национальный государство еврейского народа здесь каждый гражданин имеет равные индивидуальные права и мы настаиваем на этом но только у еврейского народа есть национальные права, флаг, гимн, право каждого еврея мигрировать в эту страну, иные национальные символы. Все это даровано только нашему народу. Подозревается, что за этим стоит лишение арабского языка, статуса государственного. Еще один пассаж институтализации еврейского религиозного права. Тут же поступает просвирь, не наорет. О, о, евреев никто не может объявить в нацизме, поэтому, когда мы всего требуем, и нас никто не обвинит. Ну, во-первых, евреев все обвиняют в нацизме. Израиль обвиняет все. Во-вторых, я хочу все-таки как бы пояснить, о чем идет речь. Даже если это будет принято. Речь идет о том, что Соединенные Штаты все более облизываются на возможность не вносить вето во все требования Организации Объединенных Наций о переходе к границам 1967 года. Если Соединенные Штаты не будут вносить это ветое, и, как говорит еврейский государственный, вы же не будете, то тогда возникает возможность возвращения к границам 1967 года. Это капитуляция. Капитуляция — это рассыпание государства. Они просто тихенько, понемногу разъедутся. для того, чтобы это не допустить, а допустить это можно только на основе требований, чтобы Палестина и Израиль подписали определенные соглашения, делается это твинтушами, который означает следующее. Как только Кнесет это примет, никогда никакие палестинские лидеры не подпишут никаких условий мира с Израилем. Мира с еврейским государством быть не может. неизраильтяне требуют себе больше еврейстости, как это трактуется. Нету этих требований. Они хотят Палестину поставить под невозможность заключение какого-то договора с Израилем. Видите, они не могут. А почему, собственно? Почему, собственно, Палестин и арабский мир никогда не подтвердят существование еврейского государства? Вопрос трудный, но это запрещено закрытыми частями конфессиональных доктрин исламского мира. На этой территории не может быть еврейского государства. Это исключено. Значит, Израиль делает здесь только одно. Он выдвигает некоторые собственные условия, спрашивает, а, собственно, почему бы нет? Другие же есть такие государства. А, вот мы это условие выдвинули, и теперь, о ужас, Палестина не подписывает с нами договор. Мы бы его подписали, тут же, а Палестина не подписывает. Тогда вместо вета Соединенных Штатов делается ставка на конфессиональную палестинскую общеарабскую неприязнь. Если друг предал, тогда, может быть, враг не предаст. То есть, Израиль мечется в условиях, когда он все меньше и меньше верит Соединенным Штатам. И в этих условиях я бы хотел сказать коротко, но все-таки это проблема серьезная. Я встречался с какими-то людьми, которые говорят, да ладно вам, общая проблематика, глобальный мир, гвоздь у меня в сапоге, кошмар не всех фантазий гетт. Я говорю, что за гвоздь в сапоге? Ну как там, из газа роют проходы подовсюду и ползут на нашу территорию, ползут, ползут кошмары, мы ищем бетон, который бетонирует эти... Сказать, что бы я сделал на месте Натаньева? Я бы открыто приехал в Донецк и все. И вот это были бы фантазии гетты, после которых все гвозди в сапогах стали бы другими. Потому что новый мировой порядок, глобальный, я говорю абсолютно серьезно, без всякого эпатажа. прямо в высшем государственном визите. В одностороннем порядке, без заезда в Киев. Потому что это наш диалог с прагматиками. Глобальный мир нас не устраивает тем, что он скверен, а их тем, что в нем нет места России. Это разные условия. У нас все время идет компромисс. Понятно, на какой зыбкой почве, да? Мы говорим, этот мир скверен. Там ювенальная института, ну не знаю, может он и скверен, но главное, нам в нем места нет. Поэтому мы будем обороняться. Во-первых, надо наступать. А во-вторых, дело не в том, что там нет места в России. Это второй пункт, да? Он скверен. Теперь в этом глобальном митрике, в котором очевидным образом строится альянс Запада с неонацизмом и альянс Запада с Аль-Каидой, нет места Израиля. Там места нет. И это все, вот эти маневры, но мало сказать, что тебе нет места в каком-то мире. Надо сказать, первое, что этот мир плох, и второе, что у тебя есть другой проект мира. Иначе все бессмысленно. А потом подкрепить все это ядерными ракетами, союзами и всем остальным. Значит, вот этот глобальный мир, конечно, нацифицируется. Это, конечно, слегка скорректированный четвертый рейд. И борьба против него может идти только на выдвижение альтернативных мироустроительных концепций. Сверхмодерн, о котором три года говорит суть времени, это не изыск, это не пирожные мировой политики. Это сейчас хлеб. Потому что без этих высших уровней все остальные уровни оказываются в нуле, в залете, полном. Новые конгрессы, новые альтернативы, новые международные устройства. Или эта нацификация приведет к тому, что не будет ни России, ни Израиля, ни так далее. Там много кому места нет. Это такой альянс в основном с радикальным сунницким ислам. Вот это очень важно, как мне представляется. И вот в этом смысле очень важно правильное прочтение этих израильских дел. Израиль всегда так хотел, всегда правые били копытом, чтобы так было. И всегда по факту так и было. Ну конечно было в государстве еврейского народа. Но это никогда не принимали, потому что хотели нравиться миру и Соединенным Штатам. А теперь говорят, что сколько мы перед Соединенными Штатами реверансничаем, ничего не делаем, все равно мы им не нравимся. Но тогда мы им перестанем нравиться, зато мы настолько начнем не нравиться арабам, что не будет возможности подписать договор, и мы спасемся. Понятно, в чем схема. Я говорю, между прочим, вещи, которые не все понимают. Дальше такая вещь, как выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии Международного съезда православной молодежи и еще целый ряд его выступлений. Я считаю, что Патриарх все дальше и дальше движется в сторону разумно скорректированного сергианского православия. То есть в сторону вот этого самого православия левого центра. И это очень важно для страны. Но это невозможно сделать, не оформив какие-то другие отношения с теми сегментами православия, которые в эту модель не войдут никогда и ни при каких условиях. Часть иерархов церковных говорят о том, что настал вопрос об отмене так сказать у этих всяких кадетских училищ там какого-то имени Йордана. Что насчет имени Йордана пора забыть. То есть эта антивласовская волна идет тоже снизу из средней части иерархии. И в сущности осталось, чтобы эти волны соединились, потому что православ, патриарх как бы все это обозначает, что это может быть. Но это совершенно другой рельеф церкви. И этот другой рельеф церкви может повернуть всю политику России стратегическую, концептуальную в нужную сторону. Поэтому в этом смысле я не могу это не приветствовать. Насчет Центерова я все сказал. Лавров выступил с абсолютно беспрецедентными заявлениями о том, что когда раньше применяли санкции, тогда я еще работал в Нью-Йорке, шварящей о Северной Корее и Иране, других странах, делалось таким образом, чтобы они не носили ущерба, били только по элите, не носили вреда социальной сфере экономики. Сейчас публичные люди западных стран заявляют, что надо вводить такие санкции, чтобы они разрушали экономику и поднимали народные протесты. В том, что касается концептуальных подходов к использованию мер принуждения, Запад однозначно показывает, что они не хотят заставить изменить политику России, а хотят добиться смены «Никто не собирается стрелять себе в ногу, отказываясь от сотрудничества Европы, сказал Вовров, но все понимают, что бизнес as usual, бизнес, как обычно, уже невозможен». А что возможно? Немцам делается сверхценное предложение, а они его не принимают. Европа несуверенна. Бизнес as usual невозможен, а not as usual еще менее возможен. И тогда получается, что не знаю, что называется это «стрелять в ногу». Наши экстремисты партнеры на Украине пошли в обанк, наступили на собственный гемократический принцип, поддержали экстремистов, как говорят хулиганы, хотели взять нас на понт, заставить нас проглотить унижение. Задолго до украинского кризиса висело в воздухе ощущение, что отношения с Западом приближаются к моменту истины. Откладывать до бесконечности проблемы на потом не получится. Да вот она, проблема-то. Правильно говорить, что задолго. Конечно, задолго. Теперь начинается разговор о том, что Джо Байден будет обсуждать прямые поставки оружия на Украину, летального оружия. Говорится о том, что, наверное, до конца всего этого не будет. Но главное, что сейчас обсуждают, что Кэрри и Байден фактически вытесняют Обаму с политической сцены. Что в бой идет элита. Что всем надоело, что возник какой-то такой экзотический человек, который от элиты будет уводить энергию народного возмущения. Слишком далеко зашел. Элита берет назад бразды правления. А элита Соединенных Штатов это штука серьезная. Есть такая длинная беседа на тему почему провалилась десталинизация, которую ведут Ларина с Лукиным и всеми другими. Пилорама, коммунисты антипилорамы, раз только коммунисты, там Кургинян по-моему. Ну идет там и так далее. Но если эта девочка слушает Кургиняна и все прочее. Вопрос заключается здесь не в Кургиняне за три года осуществила следующие вещи. Первое. Мы оформили ресоветизацию России. Передача суть времени и исторический процесс и передача суть времени оформили ресоветизацию российского большинства. Это было сделано дать честь всем, кто работал в этом направлении. Карамурза, Проханов, все другие, блогеры, разного рода люди. Передачи телевизионные оформили вот все те действия, которые уже расшатывали антисоветский консенсус. Но оформили его и произвели ресоветизацию мы. Это первый факт. Второй факт. Дело не только в поклонной горе, о которой все говорят, ее смысл и так далее. Дело заключается в том, что мы впервые выдвинули и осуществили концепцию гражданского противостояния как альтернативу концепции силового противодействия демократии. Понятно? Это очень рискованная концепция. Это был большой риск. Но этот риск оправдался, потому что именно эта программа сработала и работает по сию пору, а Украина, которая отказалась от этой программы, оказалась в условиях тоталитарно бандеровской власти, гигантского кровопролития и чудовищных военных преступлений. Поэтому в принципе концепция, оказавшаяся очень рискованной, еще раз прошу понять, вообще самого выведения, второй тахрир, как я тогда сказал, в сути времени, что будет оформлена концепция двух площадей. Это было задолго до поклонной горы, потом это было сделано, потом это повторилось не раз, последний раз 15 марта. И эта концепция держит политическую стабильность, а не нарушает. А концепция Беркута, недоосуществленную и все прочее, повлекла в другую сторону. И если бы в Донецке, Луганске и так далее, приезжали эти миллионы шахтеров, тогда в Киев все было бы стабильно. Поэтому вопрос тут гораздо больший, чем, так сказать, вот отдельные наши шаги. И, конечно, когда начинается вопрос за то, как вот мы против американцев, все нехорошо выступаем и все прочее, какая Украина, как она оформилась. Люди, которые это все говорят, не хотят вернуться ни к чему теоретически серьезному. Наш противник, либеральный, в том числе, я уж не говорю о другом, он не хочет поднять ни один крупнейший вопрос. Он уходит от всего крупного. Начинаешь говорить о том, что Россия это альтернативный запад. В сторону. Начинаешь говорить о вот этой концепции гражданского противника. В сторону. Третий вопрос, который существует, который мы поднимаем, говоря на их языке, это вопрос об общественном договоре. Это уж такой их вопрос западный, что дальше некуда. на Украине поломан общественный договор, который значит больше, находится глубже в машине общественного устройства и нацует более священный характер, чем конституция государства устройства. Общественный договор действительно заключался между Крымом, как абсолютно отдельной территорией, и это все знали, и это было подтверждено Конституцией Крыма, вот это юго-востоком, Новороссия, как не считайте, этой частью, Малороссии и Западной Украины. Разные части государства подписали общественный договор в зоне политического центризма и всего. И когда власть взяла одна из частей государства, продиктовав всем остальным насилием свою волю, общественный договор рухнул. А после этого, в рамках отсутствия общественного договора, можно делать все. Это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите мне, пожалуйста. Вот на засыпку. Почему когда мы воссоединяем какие-то части страны и все прочее, то нужно все время проводить параллель с гитлеровской Германией? Что, других параллелей нет? Нет. Какая у вас прежде всего напрашивается параллель, которая абсолютно респектабельная, носит характер, европейский, не имеет никакого отношения к Гитлеру и абсолютно корректно? Бисмарк, объединение к Германии, бисмарк. Я даже до этой эриденты двух Германий просто бисмарк, что единственным объединителем, восстановителем был Гитлер, а бисмарк? А Италия, а Мадзини, а все остальные, а испанская эридента. О, если воссоединение, значит Гитлер. Но это же что означает, что люди нищие, с точки зрения того, чтобы обсуждать нечто на теоретическом уровне, даже на теоретическом уровне самого Запада. Идет мошенничество, наперсничество. Сколько времени это может продолжаться? Это кризис концептуальный, да? И ведь, между прочим, кроме нас почти никто на это не обращает внимания. Потому что всем кажется, такое сказали, а действительно, наверное, Гитлер, да? Ой, мамочки родные, куда влипли? При чем тут Гитлер? Дальше. Я сказал о наступлении Путина на заседании Совета Безопасности, да? Как бы призывы к насильственному свержению существующего строя, это прямое проявление антинародного мышления. Тут все либералы взбесились полностью. Антинародное мышление вывело либеральную Россию из состояния равновесия. Ларина спрашивает Белковского, у вас антинародное мышление или не антинародное? Но, конечно, а что он сказал? Насильственное свержение это отрицание воли большинства в условиях демократии. Значит, это антинародное. Конечно, вопрос заключается в том, что они не могут это свергнуть в условиях такого консенсуса этого левоцентрического, поэтому все, что может быть насильственно, а это антинародное. Поэтому я не вижу здесь ничего, кроме того, что сказано просто абсолютно нормальным способом. Но я должен обратить ваше внимание на то, что этого недостаточно. Массы правильных слов недостаточно, потому что эта масса правильных слов простите, не отвечает на один вопрос. Зачем разрушали Советский Союз? И куда идем? Какой мир строим? Просто из него выпадаем вообще? Какой мир строим? теперь я обращу ваше внимание на один момент, который я даже не буду сильно развивать. Вот Стрелков становится герой одной газеты, независимой. Вот вы обратите на это внимание. Я ничего не предусмотрен. Вот политика бывшая предварительная. Вот это, если посчитать, сколько статей в независимой газете опубликовано про Стрелкова, то больше, чем, так сказать, в любой другой газете в несколько раз. А теперь вы посмотрите сами юбилей Римчукова, главы этой газеты, который выложил все фотографии своего юбилея. Вот вы посмотрите сами фотосессии. Это же не каждый раз сделано. Сопоставьте это и почитайте внимательно еще раз мою книгу Исаак и Аков. И может быть какие-то элементы политики, которые нам придется обсуждать в будущем, станут яснее. А вот еще независимая газета и новая газета это две газеты, которые как бы рекламируют новую книгу Горбачев. И опять-таки перемены, которые предстоят России, которые нужны ей как воздух, не могут и не должны быть повторением перестройки, но избежать их не удастся. Чем больше будут оттягивать момент начала, тем болезненнее они будут. Это Горбачев. И дальше он Горбачев, избавление от страха, подлинный мир. Горбачев это самый кровавый из советских политических литров. Уже на сегодня. Его разговоры о том, что он бескровен не стоят ломаного гроша, потому что страна умылась кровью при нем. И то, что разговор, что кончился страх, вы расскажите это беженцам из Азбекистана или откуда-нибудь еще, как именно кончился страх. Поэтому вопрос здесь заключается в том, что мы видим некоторую слабую волну апологетики Горбачева, волну апологетики респектабельной апологетики Стрелкова и соединение этих двух волн.